Начнем. Представлюсь. Меня зовут Архипов Кирилл. Я являюсь руководителем маркетинга семенного подразделения компании «Сингента». Это наши регулярные вебинары. Спасибо, что вы к нам присоединяетесь. Собственно, посвящены они конкретно результатам урожайности гибрида. Мы решили сфокусировать внимание слушателей и наших партнеров, коллег, земледельцев именно на результаты. Почему? Потому что сейчас перед вами стоит основная, самая сложная задача. Подготовить следующий сезон с гибридным составом, выбрать поля, выбрать технологии и так далее. И какая информация нужна сейчас? Сейчас нужна информация истории предыдущего года. Какие продукты позволили получить урожайность, если у вас интенсив максимальный, если у вас засуха, ужасно высокие температуры в сезон, стерилизация, то какие гибриды это выдержали, дали урожай, позволили сохранить рентабельность и даже больше. Соответственно, вот это та тема, которой мы сегодня посвятим два часа. Что касается тем, сейчас одну секунду я перелесну слайд. Да, все работает. Сначала мы посмотрим с вами на климатические условия сезона 2021. Мы каждый год говорим, что климат теплеет, что подсолнечные кукурузы, они постепенно двигаются на север. Но это когда просто слова звучат, это не так ощущается. Сегодня ребята покажут карты, насколько были отклонения по температурам от средних многолетних выше и какая ситуация была с осадками. Также ребята расскажут про карту испытаний, демонстраций, какой масштаб вообще, о чем мы сейчас говорим, сколько точек испытаний мы делаем совместно с вами, совместно с исследованием и развития. И также посмотрим на результаты в конкретных точках. И закроем сессию именно финальной интересной истории по цифровым сервисам. Как весь наш 15-летний, 20-летний опыт урожайностей со связкой с почвой на климатическими условиями каждой полей. Какой инструмент мы создали, чтобы вам было проще выбирать гибриды. И сравним их с реальностью. Вот что получили в этом сезоне, что система нам рекомендует и с кем можно связаться, чтобы получить рекомендации. Окей, ребят, не будем задерживаться. Начинаем. Иван Васильевич, Игорь Саныч, наверное, вам слово. Добрый день, коллеги. Меня зовут Афанасий Иван, компания Сингента. Я отвечаю за группу технических экспертов по семенам подсолнечника. И сегодня, конечно, мы хотели бы поговорить о результатах сезона, как себя показали гибриды, в каких зонах лучше себя проявили, какая группа интенсивность, какая лучше себя показала. Но для того, чтобы перенестись к результатам, нам, конечно же, нужно посмотреть, а что вообще творилось в этом сезоне, в регионе Поволжья, какие были сложности. И карта, которая представлена, она сама за себя показывает. То есть, если посмотреть по территории Поволжья, то у нас более-менее благоприятные условия с повышением от среднем многолетних данных по выпадению осадков было только в Волгоградской и части Саратовской области. Если же мы берем остальную часть Поволжья, это и Самара, и Оренбург, и Уфа, получается, и Республика Татарстан, и Ульяновск, мы видим везде здесь отклонение от среднем многолетних выпадений осадков где-то до минус 80%. То есть, по многим территориям из этой зоны были вообще введены ЧАЭС, да, то есть, именно в связи с засушливыми условиями. И я не знаю, насколько вот с агрономием мы когда разговариваем, что таких условий давно уже не было, да, то есть, чтобы настолько страдали от засухи. И это еще наложилось дополнительно, как бы, еще одну копейку внесло, еще и повышение температуры, о чем говорил Кирилл, что от среднем многолетних данных у нас повышение температуры составило от 2 до 5 градусов в зависимости от территории. Очень часто это приходилось на фазу цветения, налива, что, конечно же, приводило к тому, что часть маслосемянок или там зерен в початке сбрасывалось, да, то есть, не было опыления достаточного. И если подытожить, вот, ну, что погодные условия, что они нам показали в этом сезоне, что экстенсивная, полуэкстенсивная группа, либо универсальная, так называемая, группа гибридов, наряду еще и с высокой засухоустойчивостью, она всего, лучше всего себя проявила в этом сезоне. И если посмотреть, это еще как раз-таки массово были, если касательно подсолнечника, это были ранние гибриды, да, то есть, и себя отлично вот как раз-таки наши новиночки проявили, это и Avenger, и Duncan, Suomi, Subirac, мы о них поговорим. Из гибридного состава кукурузы отлично себя показали именно гибриды, которые относятся к группе Artesian, да, это Phenomen, Fartaga, Chirintas, да, то есть, соответственно, и... И, соответственно, рекомендация на следующий сезон, да, то есть, как бы, одна остается, что не нужно делать ставку только на один гибрид, который относится к одной группе спелости, к одной группе интенсивности. И если посмотреть, почему такие, как бы, вот рекомендации даются, они обоснованы, они делаются на основании многолетних данных, на основании многолетнего опыта. И вот здесь вы на слайде видите 248 точек, это там, где компания Сингента в ваших хозяйствах делала сравнение своей генетики с генетикой, ну, других компаний непосредственно в ваших полях. И более 123 точек это по кукурузе, если 248 это по подсолнечнику, то более 123 точек это где сравнение было Сингенты и с какими-то гибридами компаний других. Я не говорю о точках, где мы делаем исследования собственного материала, где мы анализируем, какой из гибридов лучше себя показывает, в каких зонах. Не говорю о точках R&D, которые не только включают изучение гибридного состава, но и, конечно же, этой технологии, потому что вопросы, связанные с питанием, с нормой высева, с применением средств защиты растений, они стоят особым блоком в технологии возделывания, особенно в связи с ложившимися условиями с ценой на те же удобрения. Поэтому эту информацию мы с вами весной обсудим, мы специально сделаем отдельную сессию. Чтобы перенестись и понять, что на рынке творится, какие тренды наблюдаются в сезоне, что нам ждать на следующий сезон, потому что сезон довольно начинается тяжело в некоторых территориях. Мы сейчас обсудили уже, что есть вопросы, связанные с тем, что и в осенний период у нас не было достаточного количества осадков. И сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, в сравнении с 2020 годом, который тоже не был самым массовым по площади посева той же озимой пшеницы, регион по Волжье отстает где-то на 760 тысяч гектар. И здесь, конечно, извините, в лидерах находится Оренбургская область, это Башкортостан, да, то есть Оренбург там около 400 тысяч недосеяли, 460, Башкортостан это получается где-то порядка 140-150 тысяч недосеяли. То есть вопросы, они, конечно, они есть, и чтобы ворваться в эти вопросы, я прошу портфолио-менеджера по семенам подсолнечников в странах России и Казахстана рассказать, что у нас на рынке творится. Доброе утро, друзья, коллеги, вот вам спасибо, что представил. Я, Тимошенко Игорь, занимаюсь портфелем гибридов подсолнечников в России, Казахстане, ну, частично в Беларуси. Так, сейчас. Хотя хотел рассказать, что случилось в этом году, вот какая ситуация сложилась. Вот, и если видите экран, то можете наблюдать, вот, например, линии площади, которые показывают основные площади, площади основных культур в России, вот, но единственное, что по правой шкале это зерновые, вот, синие, да, линии, остальные культуры меряются по левой шкале, потому что, естественно, зерновые у нас, как бы, у меня конкуренция, да, по севообороту в целом. Что хотел бы отметить, в этом году подсолнечника в России населено 9,5-9,6 миллионов гектар, Минсикос показывает 9,6, вот, и это абсолютный исторический максимум за все время существования культуры в стране. Вопрос, что способствовал этому? Ну, первое, это плохое состояние зимы культур, особенно это в регионе, как раз таки по Уорсии, частично в регионе Центр, и при дефиците семян на другие пропашные культуры, например, на кукурузу, естественно, ну, выбор пал на подсолнечник, вот, и, собственно, еще, что повлияло на такие рекорды, это цена на подсолнечник, которая сложилась в определенный месяц 50-60 рублей с НДСом, но есть один нюанс, что именно в тот период, когда цена зашкаливала, уже сырья практически ни у кого не оставалось, то есть высокая цена без объемов, ну, понимаете, что это тонкий рынок, и, по сути, он, как бы, индикативным, ну, для общей ситуации не является. Вот, поэтому все, больше, как, наверное, эмоциональная составляющая для сихвостоваропроизводителей, вот, именно поэтому подсолнечник засеяли на такой огромной территории. Что касается 22-го года, да, чего мы ожидаем, ну, представьте, да, если засеяли 9,6 миллионов гитар, то при обычно нормальной урожайности мы бы получили воловку по стране в размере 17, вот, даже до 18 миллионов тонн, что, естественно, бы повторило ситуацию нашего соседа Украины, которая производит еще больше подсолнечника, чем мы, и, собственно, произошел бы профицит, то есть даже переизбыток сырья на рынке, вот, что, соответственно, обвалило бы цены. Вот, ну, а сейчас мы видим, что, несмотря на то, что площади огромные, под подсолнечником урожайность в этом году не совсем хорошая, на хорошем уровне, вот, поэтому, вот, по последним данным намолотили в России, ну, порядка 15,3 миллиона гектар, вот, для понимания, какой какой-то объем, вот, например, в 2019 году при площади 8,5, 8,4-8,5 миллиона гектар намолотили где-то 15,5 миллион тонн, то есть это в 2021 даже меньше, при площади на 1 миллион гектар больше. Соответственно, вот этот сдвиг в меньшую сторону по валовке, он дает нам возможность иметь цену не 25-35 рублей с НДС, а в диапазоне 35-40 на данный момент. И чего, собственно, ожидать на следующий сезон по площадям и по ценам? Смотрите, сейчас вот первый, наверное, критерий, который будет нам говорить о том, что подсолнечник будет увеличиваться или уменьшаться эта цена, вот, она на данный момент не сильно, как бы, впечатляет, конечно, по отношению к ценам предыдущего года, но все равно относительно других культур по солнечник остается одной из самых маржинальных культур, поэтому на фоне цены снижения точно не будет. И площади, то есть мы при нормальной урожайности ожидали бы откат до 8,5-8,8 миллиона гектар, но при текущем положении событий ожидаем, что площади будут вот в регионе положили примерно на том же уровне, а в целом в стране будет откат где-то на 300 тысяч гектар. Что касается цен, если вы мониторите мировые цены, вот можете посмотреть, это общедоступные ресурсы. Сейчас подсолнечник торгуется, давайте я буду в доллары говорить, и в российские цены, и импортные, чтобы сравнивали яблоки с яблоками. Сейчас на портах мировых сформировалась цена на сырой подсолнечник порядка 750 долларов за тонну подсолнечника. Если вы пересчитаете рублевые цены, которые сейчас НДСом у наслужились, это где-то 500-550 долларов. То есть вопрос, где остальные 200, да? Естественно, она, вот эта разница делится на разные составляющие. Вот основные – это логистика, перемещение этого урожая второе. Естественно, это интерес переработчика, да? И третье, вот если вы тоже следите за российскими новостями, вот то правительство вводит с 1 декабря, это уже через даже меньше чем 2 недели, повышают пошлины на экспорт не только подсолнечника, но и подсолнечного масла. И с 219 долларов пошлина вырастет до 277. То есть при коэффициенте 0,4, ну, чтобы посмотреть, как это повлияет на цену сырья, вот можете понимать, что цены вот 750 долларов, как в мире, ну, уже ожидать не стоит. То есть цена 40-45, она нормальная с НДС, вот, и, ну, вряд ли будут какие-то сильные повышения. Плюс ко всему, сейчас на рынке минерального удобрения сложилась тоже интересная ситуация, что торгуется, и большой дефицит, цены высокие торгуются в цену, да? То есть никто кредиты давать не хочет, плюс другие кредитные обязательства всех хостоверопроизводителей вынудят сбывать свой урожай по текущей цене, да? Ну, соответственно, когда эта вся масса выйдет на рынок, цена, соответственно, может тоже изминуться. Поэтому ожидать какого-то каких-то заоблачных цен 50-60 не стоит. Вот. Единственное, что может действительно двигать именно рублевые цены, это курсовая разница. То есть сейчас видим, что доллар подскочил, и в зимний период может достигнуть и 80 рублей. Ну, как практика показала, что, может быть, и более такие крутые скачки. Поэтому будет курсовая разница больше влияет на цену посмочника, чем какая-то внутренняя конъюнктура. Вот. Динамика по площадям, по сегментам технологическим. В этом году сужилась уникальная ситуация, когда классика, Клиарфилд вместе с Клиарфилдом плюс и Сульфа, да, сегмент, то есть гибрида для гербицид-экспресс, находятся в паритете. То есть у них у всех по третий рынок. Вот. Тенденция сохраняется, классика падает, Сульфа увеличивается. Но классика падает, основном, сортовая, крупноплодка. Вот. Классика в высокопродуктивных гибридах, она плюс-минус сохраняется. Вот. В Клиарфилде идет перетекание из Клиарфилда в Клиарфилд плюс, но не из-за технологических особенностей или преимущества, а и непосредственно из-за сортосмены. Потому что все семенные компании в основном регистрируют сейчас Клиарфилд плюс, а не Клиарфилд гибриды. Вот. Собственно, хотел рассказать еще пару слов про новинки. Первая новинка у нас, звездочка появилась, это Avenger. Гибрид ранее спелый, то есть ранняя группа спелоси, быстрое созревание, раннее цветение. И, как вы, наверное, уже видели, если внимательно смотрели в каталогах, у нас есть разные типы гибридов. Есть заску устойчивый, есть интенсивный, экстенсивный, умеренно интенсивный. И Avenger вместе с другой новинкой, Суоми, о ней чуть позже поговорю, расскажу, имеют универсальный тип. Вопрос, что это значит. Это значит, что гибрид показывает наилучшие результаты даже в сравнении с лидером сегмента. То есть если мы разместим Avenger в засушливых условиях, то он будет себя вести на уровне самых, по меньшей мере, не хуже самых устойчивых гибридов. И то же самое в интенсиве. То есть Sea Avenger, имея раннеспелую группу спелости, может давать и формировать урожайность на уровне своих среднеспелых аналогов. Это гибрида, например, неума. Это был гибрид в такое направление стратегическое, что мы понимаем, что увеличивать продуктивность гибридов только за счет группы спелости в нашей стране практически невозможно. мы уперлись с потолок. И как раз-таки это первый заночек новой генетики, который дает нам урожай при ранней группе спелости. Урожай, имею в виду, на уровне поздних гибридов. Отличительные черты в поле, как гибрид выглядит. То есть если мы, например, говорим про север, положье, то это, естественно, скверотиня сильно поражает, по-сому очень другие патогены. И непосредственно на участке с очень сильным поражением белой гнили мы наблюдали, что Avenger поражался всего на 2-3% при корневой форме, в то время как другие гибриды, даже самые лучшие на рынке, поражались на уровне 30-40%. Ну, это говорит о очень высокой устойчивости. Плюс раннее созревание. Вы видите, что на фоне гибрида еще зеленый посев. Это средний ранний был гибрид. Говорит о том, что гибрид действительно формирует очень быстро урожай. Также выровненность, равномерное созревание и так далее. Плюс ко всему у нас есть разные локации. Также и на разные патогены, и на заразиху в том числе, и в зоне самой жесткой заразихой не только в России, но и в мире, в самой высоко вирулентной, в Морозовске, в Рософской области, гибрид Avenger выглядел очень достойно, сохранял тургор, и практически не поражался заразихой, даже без обработки гербицидов для производства системы Clearfield. Гибрид с ломи, наша ранняя звездочка в всех сегменте сульфа, то есть это гибрид для гербициды Экспресс. Примечательные особенности первое – это универсальный тип, то есть гибрид показывает наилучшие результаты во всех зонах возделывания, сравнивая с технологическими лидерами, уже сформировавшимися. Второй момент – это генетическая устойчивость заразихи G, причем G очень уверенный, сильный, так как гербицид Экспресс немножко сдерживает, но не контролирует заразиху. Наличие генустойчивости очень критично, поэтому можем говорить, что в Суоми можно возделывать даже в зоне самыми высокобирулетными расами заразихи. Еще один приятный момент – Суоми – это третий гибрид. В нашем портфеле, который имеет запредельную масличность. То есть вообще, в принципе, весь портфель гибридов по словночек компании Сингента отличается высокой масличностью, это касается практически всех гибридов, но первый гибрид у нас был – это Суомика, второй – Честер и третий – Суоми, у которых масличность достигает и 55, в этом году даже присылали с независимых лабораторий 56% на сухую массу. Это говорит о небывалом сборе масла в гектарах. Поэтому пробуйте Суоми. Гибрид мы его тестируем уже 5 лет на территории страны, и за все 5 лет не было ни одного участка, где гибрид выглядел бы плохо или посредственно. Также по фотосполей гибрид очень выровненный, очень технологичен, быстро и равномерно созревает, не осыпается, очень легкий обмолот вместе с чистым ртом. Плюс прекрасный вид растений, хотя это как бы не является основным критерием отбора, но тем не менее приятно посещать демо-участки, сэмплинг и так далее. Суберик – это также новый сульфогибрид, то есть гибрид для гербицеда экспресс. Это уже умеренно интенсивный дип и среднеспелая группа спелости. То есть, по сути, Суберик является гибридом, который играет в той же риге, что и Сумика, но, во-первых, Суберик имеет устойчивость к раздихе повышенную, расы АДЖИ, и еще Суберик немного лучше себя ведет в стрессовых условиях. То есть, если мы говорим, что Суми – такой очень интенсивный гибрид, то Суберик лучше справляется с неблагоприятными условиями. Их фото с полей гибрид прекрасно выглядит, сохраняет тургор, и при максимальной температуре, которую достигали тоже на участках, и 45 градусов, не наблюдали некрозы в корзинах, гибрид стоял зеленый, красивый, формировал урожай, имел прекрасное поление и так далее. Собственно, попытался коротко рассказать о новинках. Иван, пожалуйста, передаю тебе слово. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Игорь. И в продолжение темы Игоря, то есть, как бы, несмотря на вот такие вот жесткие условия, которые складывались, то есть, у нас есть и, можно сказать, рекорды по территории. Мы видим с вами, что даже несмотря на засуху, на высокие температуры, по большинству гибридов мы получили урожайности и 33, и 37, и 40 центров. То есть, и здесь те гибриды, о которых говорил Игорь, и Суоми, и Суберик, и Авенджер, и Дункан, Розетта, и Арка, гибриды, которые либо зарегистрированы в прошлом году, либо до этого регистрировались. Также есть результаты и по другой генетике. Это и Сузука, которая стала уже таким прорывом, получается, за последние 2-3 года и является надежной опорой хозяйств Алькантара, Честер, Бакарди. То есть, ну, перечислять много можно. Я лишь хотел сказать о том, что компания Сингента сейчас не стоит на месте. И помимо уже оставшими, можно сказать, традиционными такими сегментами, как классический сегмент, сульфа-сегмент, сегмент Клеофилд, Клеофилд Плюс, производственные системы, компании сейчас работают в направлении новой технологии. Мы более подробно о ней расскажем, я надеюсь, наверное, в следующем сезоне. Это будет технология AIR, которая вобрала в себя самое лучшее, что есть технологии Сульфа и самое лучшее, что есть технологии в производственной системе Клеофилд, Клеофилд Плюс. То есть, это такое универсальное будет решение, где решение о принятии, какой гербицид использовать, вы уже будете смотреть не на гибрид, а будете смотреть непосредственно на то засорение, на те сорняки, которые у вас присутствуют в поле. Но об этом более подробнее мы расскажем. В сезоне 2022 мы готовы предложить огромное количество гибридов, как в классическом сегменте вы можете увидеть, это есть линолевые гибриды, есть и высоколиновые гибриды. В классическом сегменте, начиная от ранней группы спелости, от Савинки и заканчивая гибридом Эдисон, где нужен самый высокий потенциал урожайности. В Клеофилд сегменте, как Игорь говорил к нам, к основной группе, которые уже стали именем нарицательным, и не Ома, Санаев, Артиме, Тристан, еще и добавился, Авенджер. В Клеофилд Плюс сегменте, помимо нашего рекордсмена и более поздней группы, это гибрида Бакарти, у нас добавились два гибрида в средне-ранней группе. Это Розетта и это Дункан. Это для тех территорий, где есть проблемы с заразихой, и их нужно решать не только химическим контролем, но и генетическим контролем. А также, если в территориях есть ограничения по вегетации, то есть, соответственно, Дункан и Розетта вам в помощь. Я не побоюсь сказать, что в Сульфа-сегменте сейчас у компании самое лучшее предложение, и компания готова предложить решения, начиная от самых ранних, Суматра и Суоми, так это средняя-ранняя группа Сузука, и, конечно же, это наши рекордсмены по урожайностям, по группе спелости, да, то есть это фактически у нас Сумика и Суберик. И в высоколиновой группе гибриды Тути и Арка, и в Клеофилд высоколиновые это Эксперта и Коломби. Ну, а обо всем поподробнее, о каждом из гибридов, я прошу Неботова Владимира рассказать нам, что у нас и какие результаты получены в классическом сегменте, в Клеофилд сегменте. Спасибо, Иван. Добрый день, коллеги. Меня зовут Неботов Владимир, я являюсь техническим экспертом по подсолнечнику в регионе Юг. К сожалению, к нам не смог присоединиться по объективным причинам Александр Коношкалеев, который является техническим экспертом в регионе Волга. Мы пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Тем не менее, мы осветим все равно результаты, которые были получены в регионе Волга. И начнем мы, как Иван уже сказал, с классического сегмента. В первую очередь, я бы хотел сказать о гибриде Алькантара. Что такое гибрид Алькантара? Наверняка, вы все очень давно, наверное, можно так сказать, знакомы с этим гибридом. Этот гибрид отличается рядом факторов от других гибридов, которые присутствуют сегодня на рынке. Ну, в первую очередь, нужно сказать, что это сегодня ранняя группа гибридов умеренно экстенсивного типа. То есть, это гибрид, который отлично переносит засуху, это хорошо переносит засушливую воздушную засуху, я имею в виду. То есть, очень хорошо стартует на ранних этапах развития. Кроме того, имеет повышенный порог стерилизации пыльцы до 35 градусов. Если сравнивать это с обычными, с типичными показателями других гибридов, то это, наверное, порядка 30-31 градуса Цельсия. Плюс ко всему, этот гибрид имеет устойчивость к последним вирулентным расам заразихи и высокую масличность порядка 51%. Ну, это общее описание. Давайте переместимся к результатам урожайности данного гибрида. То есть, я расскажу, как смотреть на этот слайд или как читать правильно этот слайд. В первую очередь, хочу рассказать о том, что синим цветом указан столбик с результатом урожайности гибрида Алькантара. Оранжевым цветом указана урожайность средняя различных гибридов, которые участвовали в этом опыте. Данные подписью и, соответственно, два столбика – это один конкретно отдельно взятый опыт. То есть, средняя по опыту среди всех гибридов – это, напоминаю, оранжевый столбик, урожайность самого гибрида Алькантара, безусловно, это синий столбик. Что мы можем с вами видеть здесь еще? Еще, безусловно, мы с вами можем видеть две линии тренда, пунктирными линиями. Кто, наверное, с небольших гаджетов, наверное, сложно будет увидеть, но, тем не менее, я об этом расскажу. Соответственно, пунктирная линия синего цвета – это линия тренда гибрида Алькантара, и оранжевая, соответственно, это общий по опыту. Хочу сразу напомнить, что средняя урожайность по опыту, которая выделяется, как я уже сказал, оранжевым столбиком, это набор гибридов, который участвовал в опыте, не только компания Сингента. Здесь участвовали основные ведущие гибриды различных компаний, которые также представлены сегодня на рынке, помимо компаний Сингента. Итак, давайте поговорим о Алькантаре поближе. Алькантара участвовала на территории повозки в 112 опытов. Соответственно, средняя урожайность показывает порядка 19,5 центнеров с гектара при средней влажности в 8,1%. По максимальным урожайностям мы можем с вами отмечать 36, 34, 32 центнеров с гектара. И обратите внимание на линию тренда. Практически во всех опытах на территории региона Повозья Алькантара превосходит среднюю урожайность по опыту среди всех гибридов, которые участвовали в данном опыте. Это говорит о том, что гибрид действительно обладает высокой стабильностью и хорошим потенциалом урожайности. И не обращать внимания на данный гибрид, ну, наверное, будет неверно. Следующий гибрид – это гибрид Арка. Также территория Повозья очень хорошо, скорее всего, большинство из вас очень хорошо знакомы с этим гибридом, ввиду того, что есть в территории Повозья значительные проблемы с ржавчиной. А гибрид Арка – это, наверное, одно из наиболее важных его преимуществ – это высокая толерантность к ржавчине. То есть, одна из самых высоких уровней толерантности на рынке сегодня представленных гибридов. Гибрид Арка – это раннеспелая группа гибридов, умеренно-экстенсивного типа. Также имеет устойчивость к заразихе к 7 разам, высокий процент масличности. Как я уже сказал, имеет высокую стабильность, очень неплохую засухоустойчивость и жаростойкость. Или тот же порог стерилизации пыльцы. Несколько меньше, чем у Алькантары, но все же выше, чем у типичных гибридов, представленных сегодня на рынке. Давайте обратимся к урожайности гибридам, гибриду Арка в территории Повозья. В первую очередь нужно обратить внимание, что данный гибрид участвовал в 64 опытах на территории региона Повозья. Средняя урожайность была составлена порядка 20 центнеров с гектара при средней влажности 8,7%. Что же нам говорит линия тренда? Безусловно, мы с вами можем видеть превышение средней по опыту среди всех гибридов во всех вариантах опытов, где был представлен данный гибрид. Ну или почти во всех. О чем это нам можно говорить? Что это гибрид, который максимально подойдет хозяйствам с проблемами по ржавчине. Это однозначно с заразихой и, безусловно, с коротким периодом вегетации. И перейдем к следующему гибриду. Это звездочка. Этот гибрид, который на сегодняшний день показывает, на мой взгляд, наивысшие результаты по устойчивости к заразихе. Гибрид C-Chester. Это раннеспелый, экстенсивного типа гибрид. На сегодняшний день занимает первое место среди всех гибридов, представленных на рынке по устойчивости к заразихе. Многие из вас, если не все, знают большое количество, ну как большое, 3-4 гибрида на рынке, которые, других компаний, безусловно, которые говорят о том, что наши гибриды по устойчивости к заразихе самые-самые-самые. Окей, это было до того момента, возможно, пока не пришел на рынок гибрид Честер. Производство компаний Сингента, безусловно. Сегодня Иван немножко говорил о... Или Игорь, я уже забыл, прошу прощения. О Морозовском районе Ростовской области, где заразиха, где агрессивность заразихи является одной самой высокой в нашей стране, если не в мире. Так вот, гибрид Честер, по сравнению с теми гибридами, о которых я только что сказал выше, показывает поражение, процент поражения заразихой на 10-15, а в ряде случаев и на 20% ниже, чем остальные гибриды, которые являются топами по заразихе на сегодняшний день в нашей стране. Кроме того, этот гибрид, нужно отметить, обладает уникально высокой масличностью в классическом сегменте. До 50% мы можем отмечать на нем процент масличности. И, соответственно, ранняя группа спелости может гарантировать своевременную уборку данного гибрида и без проблем с кислотным числом и тогда и перестоем в поле. Давайте обратимся к результатам гибрида Честер в 2021 сезоне. Количество опытов, в которых участвовал гибрид, было 83 на территории региона Поволжья. 19 центнеров средняя урожайность – это очень неплохой результат для раннеспелой группы. Кроме того, при влажности 8% для региона Поволжья, безусловно, здесь можно обходиться спокойно, без сушки и не переживать за то, что гибрид наберет повышенное кислотное число. И у вас появится большая вероятность получения дисконта на МЖК. Давайте перейдем непосредственно к урожайности и обратимся к линии тренда. Безусловно, почти во всех опытах гибрид превосходит среднюю по опыту гибридов. Однако, почему здесь не такая большая разница? Потому что гибрид является экстенсивным. Ожидать от этого гибрида урожайности на уровне неомы в свое время, к примеру, наверное, неправильно будет. Этот гибрид, своеобразный такой броневик, который через чащу, наверное, заразихи пробирается к бункеру комбайна, если хотите. Прошу прощения за такую аллегорию. Так вот, если в вашей зоне есть серьезные проблемы с заразихой, но потенциал у вас достаточно ограничен на ваших полях, то этот гибрид 100% для вас. Здесь не очень высокий потенциал урожайности за счет его экстенсивности, но за счет максимальной устойчивости к заразихе и, подчеркиваю, очень высокой масс личности, вы спокойно закроете свои запросы. И, наверное, переместимся мы к технологии Клеофилд. Эта технология достаточно давно на рынке представлена. Многие гибриды являются, наверное, именем нарицательным на сегодняшний день. Тот же гибрид Неома, о котором мы тоже немножко поговорим с вами. Этот гибрид один из самых популярных гибрида во всем мире, не только в нашей стране. Поэтому, ну и опять же, этот сегмент, наверное, один из, наверное, наиболее снижающихся. Ну, по ряду причин, конечно, вы их знаете, но тем не менее. В этом сегменте, как сегодня ребята уже сказали, что у нас был зарегистрирован гибрид Avenger. Это новинка, один из немногих гибридов данной технологии, которые были зарегистрированы в 21 сезоне. И, соответственно, я не буду на нем сильно останавливаться. Кирилл, прошу прощения, Игорь очень подробно остановился на данном гибриде, очень подробно о нем рассказал. Поэтому я предлагаю переместиться сразу к результатам урожайности. И что мы можем с вами видеть на данном слайде? Количество опытов, в котором участвовал гибрид, было 96. При средней урожайности 20,2 центра на гектаре, со средней влажностью 8,2%. Линия трендов. Однозначное превышение на среднее по опыту практически во всех гибридных составах, в опытах. Универсальный тип. Знаете, как я отношусь к универсальному типу? Лично я могу сказать, что это своего рода вездеход. То есть это гибрид, который отлично себя чувствует как на асфальте, если мы будем проводить сравнение с автомобилем, так и на бездорожье. То есть в любых почвенно-климатических зонах гибрид способен раскрыть свой потенциал. Это очень редкая, наверное, такая черта гибрида подсолнечника, когда во всех почвенно-климатических зонах или во всех условиях гибрид позволяет получить достаточно высокие урожаи. Таким образом, мы с вами можем видеть, что урожайность в 33, 32, 30 центнеров с гектара, извините, в Самарской области, в Татарстане, в Волгоградской области. То есть это абсолютно разные климатические зоны. И урожайность в 30 центнеров это шикарный результат. Это шикарный результат, что свидетельствует о безупречной стабильности данного гибрида. Но, учитывая, что у нас не так много времени, я предлагаю перейти к следующему гибриду, который вам очень хорошо известен. Поэтому долго мы о нем говорить не будем, это гибрид Фортиме. Безусловно, Фортиме это более интенсивный гибрид, это также раннеспелая группа. Чем примечательен Фортиме? Безусловно, это быстрый старт на ранних этапах развития. То есть это пластичность за счет группы спелости данного гибрида. Одна из самых высоких, наверное, масличностей в сегменте Клеофилд. Почему? Потому что, ну, известный факт, что технология Клеофилд, а точнее ген, который содержится, находится в самом гибриде Эмиссан, способен несколько немножечко снижать масличностность на 1-2%. Так вот, не замечено, чтобы на Фортиме были такие вопросы. Давайте перейдем к результатам урожайности. И что мы с вами здесь можем видеть? Безусловно, раннеспелый гибрид этот участвовал в 50 опытах на территории региона Повмоши. Средний урожайность составил 19,5%. Опять же, при той же средней влажности порядка 8-8,5%. А это нормальная история в нынешнем сезоне, в прошлом уже, можно сказать, сезоне для гибридов раннеспелой группы. И урожайность. Обратите внимание, вот этот рекорд, который нам показывают в Ашкортостане, это почти в 40 центнеров с гектара, ну, наверное, это ожидаемо. Почему? Потому что достаточное количество осадков и очень неплохая интенсификация условий выращивания данного гибрида позволило получить такую урожайность. Это правильный выбор гибридов в конкретные почвенно-климатические условия, так как более интенсивные гибриды, все-таки более капризные, если хотите, к условиям выращивания. То есть дайте им удобрение, создайте высокий уровень агрофона, и эти гибриды не заставят себя ждать, чтобы наградить вас своей урожайностью. Следующий гибрид это звезда, о которой я немного сказал. Это не то чтобы звезда, это гибрид, который стал уже именем нарицательном. То есть это гибрид неома. Это высокоинтенсивный гибрид, если мы говорим об интенсификации, о которой мы говорили сейчас с вами на гибриде Фортиме, то это еще более интенсивный гибрид, но здесь нужно помнить о группе спелости. Все-таки неома это среднеспелая группа, это уже порядка 115-116 дней периода вегетации. Но что нужно сказать, за многие годы, которые зарегистрировал гибрид неома на рынке, сегодня при той же масличности высокой, при том же высоком потенциале урожая, этот гибрид нашел свое место и зарекомендовал себя как достаточно стабильный гибрид, который по истечении многих лет уже пользуется, также все равно пользуется популярностью. Вы видите, что количество опытов с гидранным гибридом не очень невелико, это всего лишь 37 опытов на территории региона Поволжья, ввиду того, что гибрид не является уже, наверное, на сегодняшний день каким-то, амбассадором может быть каким-то, который показывает, который нужно использовать в большом количестве испытаний. Гибрид уже занял свою нишу на рынке, поэтому здесь и испытаний немного. Но средняя урожайность, тем не менее, для высокоинтенсивного гибрида среднеспелой группы в 19 центнеров на территории региона Поволжья, в среднем, это отличный результат. Естественно, мы с вами видим более высокую среднюю влажность, порядка 10%, но это и нормально, потому что гибрид данный, это среднеспелая уже группа. Здесь нужно понимать, какие хозяйства, либо у них есть вопросы, связанные с сушкой, они могут позволить себе это, либо они уходят по срокам посева, либо их территориальное расположение позволяет выращивать гибриды с более продолжительным периодом вегетации. На этом моя часть, наверное, закончится. Я с удовольствием передам слово сейчас своему коллеге Василию Потапенко, и он расскажет вам по технологиям Клеофилд Плюс и по технологии Сульфа, которая набирает большие, скажем так, обороты на сегодня на рынке. Василий, прошу. Спасибо, Владимир. Я Потапенко Василий. Еще раз напомню, технический эксперт по семенам массажной культуры в регионе Центр. И мы перейдем к технологии Клеофилд Плюс. Это дальнейшее развитие предыдущей технологии, о которой говорил Владимир, технологии Клеофилд. В этой технологии используются немного другие гибриды, с лучшей генетикой и с использованием другого гена, а также использованием некоторых других гербицидов. И начнем мы знакомство с результатами текущего года в регионе Поволжья, с гербицидой Розетой КЛП. Наша недавняя новинка. Второй год у нас в товарных посевах. Это гибрид умеренно-экстенсивного типа, отличающийся повышенной жарой и засухоустойчивостью, имеющий двойной контроль заразихи, как генетический, так и гербицидный. Средне-ранний гибрид устойчивость заразихи расом АДЖИ. Выражен очень быстрый старт и сильная энергия роста на начальных этапах у этого гибрида. Массичность порядка 53%. И мы перейдем к результатам, которые были получены на территории региона. В ваших хозяйствах данный гибрид закладывался в 107 точках. Получена средняя урожайность 20,6 центра зектара, при средней влажности 8,6%. Максимальный урожай зарегистрирован в Саратовской области 36,4 центра зектара. Что мы видим даже по тем территориям, где, как говорил Иван Афанасьев у нас в начале, рассказывая о погодных условиях, что в некоторых территориях региона были условия чрезвычайной ситуации, извините, коллеги. И даже в этих условиях получен урожай в демоиспытаниях в Оренбурге, вот Саракташский район, 19,3 центра зектара. Прекрасные показатели, достойнейшие урожаи, показывающие, раскрывающие потенциал и свои полезно-хозяйственные признаки гибрида в этих сложнейших условиях выращивания климатических. Гибрид достойнейший, имеющий свое место завоевавший. И дальше, я думаю, что он у вас будет в посевах присутствовать, данный гибрид. Перейдем к следующему гибриду. Гибрид Сибакарди КЛП. Этот гибрид у нас в портфеле давно. Это наш чемпион по урожайности. Гибрид высокоинтенсивного типа, среднеспелый. Отличается тем, что не только на демоиспытаниях, но и в производственных посевах при высоком уровне земледелия и наличии благоприятных погодных условий. Гибрид получает в хозяйствах 55 центров и выше получают. Это реальные, достижимые результаты. Что касается результатов текущего года на территории. Заложен был в этом году в 39 точках. В основном его хозяйство не изучают, не смотрят на него. А гибрид используется обычно для сравнения потенциала гибридов других компаний. Гибрид является стандартом. Тем не менее, даже в этом году 39 точек было из питания заложено. Получена урожайность 20,7 центра с гектара при средней влажности 9,2. Подчеркиваем еще раз, что для гибридов среднеспелой группы в этом году погодные условия сложились не очень благоприятно. Но мы видим прекрасные результаты, что гибрид и даже в этих жесточайших условиях в территории показывает прекрасные результаты. Ульяновская область 32,7 центра с гектара. Тут же Оренбургская область 15,8. Прекраснейшие результаты. Гибрид прекрасно себя ведет в разных условиях. И новинка нашего сезона в этом году – гибрид Дункан КЛП. Гибрид умеренно-интенсивного типа. Имеет двойной контроль заразихи. Раз СЖ гербицидный и генетический. Отличается хорошей толерантностью к болезням. Таким распространенным, как стеротиния, перспороз и фомопсис. Дает высокостабильный урожай во всех зонах выращивания и почвенно-климатических условиях. Гибрид средней и ранней группы. Мы перейдем к его результатам, которые в этом году мы видим по результатам закладки демоопытов. Было заложено в 97 точках. Получена средняя урожайность 20,3 центра с гектара при средней влажности 8,8%. Линия тренда урожайности гибрида Дункан КЛП достоверно превышает среднюю по опыту. Гибрид показывает прекрасный результат урожайности, результат максимальный был показан в демоиспытаниях в Республике Татарстан 37,2 центра с гектара. Саратовская область 21 центра с гектаром. Гибрид доказал свою уникальную генетику, показал высокий урожай и раскрыл свой потенциал даже в этих неблагоприятных условиях. И мы перейдем к следующему сегменту возделания подсолнечника, который на сегодня развивается довольно интенсивно на территории не только региона Поволжья, но и в Российской Федерации. Технология Сульфа. И начнем мы освещение результатов, полученных в этом году, с гибрида СОМИ-ХСИ. Его особенность Игорь Тимошенко вначале очень хорошо рассказал. Мы перейдем непосредственно к результатам. Заложен был на территории региона Поволжья в 115 точках. Получена средняя урожайность 19,5 центра с гектара при средней влажности 8,4%. Максимальный результат был зарегистрирован в демоиспытаниях в Республике Баштекистан. 41 центр подчеркивает, что это гибрид раннеспелой группы универсального типа. Результаты это подтверждают. Уровень тренда урожайности превосходит уровень средней урожайности по опытам. В Оренбургской области данный гибрид тоже дал прекрасные результаты. 19,2 центра с гектара. При том, что помним, что она как в этом году данная область пострадала от засухи. Мы перейдем к следующему гибриду в этой технологии. Гибрид Суматра. Это тоже свежий гибрид в портфеле компании Синента. Я хочу сказать, что за последние два года мы практически на 90% обновили портфель в этом сегменте. И у нас гибриды прекраснейшие. И мы рады, что можем вам предложить для вас сделание в условиях ваших хозяйств. Что же можно сказать о Суматре? Гибрид умеренно экстенсивного типа. Раннеспелый. Имеет компактный абитус растения, который позволяет экономно использовать и правильно использовать воду. И минеральное питание. Элементы питания. Имеет очень оптимальный наклон корзинки. Эти полезные хозяйственные признаки позволяют гибриду в условиях выращивания раскрывать свой потенциал. Заложен был в 36 точках. Получена средняя уроженность 17,5 центра с гектара. При средней влаженности 8,1%. Уроженность максимальная в Саратовской области 35,3 центра составила. В Оренбургской области 16,4. Это результаты, которые превышают средний намолот по данным областям в данной культуре. И гибрид Сузука. Еще называем ее «Наша светлость» за отличительные особенности окраски растения светло-зеленого цвета. Гибрид умеренно-экстенсивного типа имеет наиболее среди в портфеле от компании «Синента» максимальный быстрый старт и очень бурное развитие на начальных этапах. Также отличается высокая жара и засухоустойчивостью большой потенциал урожайности. И это в этом году мы зарегистрировали согласно результатам наших демо-опытов в ваших хозяйствах. Заложено на территории региона 103 опыта при средней урожайности 21,1 центра с гектара при средней урожайности 8,4%. В республике Башкорстан получена максимальная урожайность 36,1 центра и Самарская область показывает 18,7 центра с гектара. Прекрасные результаты. И перейдем к следующей новинке текущего года. Суберик. О нем уже характеризовал хорошо Ир в предыдущем части выступления. Я перейду к результатам. Заложен был в 86 точках территории. Получена средняя урожайность 18,9 центра с гектара при средней урожайности 8,7. В Самарской области 27,8 центра максимальный результат. И в Оренбургской области 16,5 центра с гектара. Я еще раз подчеркиваю, что даже если в этом году складываются условия, что ранее спелая группа получила более высокую урожайность гибридов, я имею в виду, то в следующий год нужно плановизировать о том, что в своем портфеле в посевах надо иметь гибриды разной группы спелости, дабы минимализировать риски погодные и сформировать более высокий средний уровень урожайности в ваших хозяйствах. И заканчиваю я свое выступление о гибриде Сумиком. Это гибрид у нас первый в портфеле. Наша легенда, интенсивный тип гибрида, имеет высокую толерантность к болезням, отличается высокой стабильностью и урожайностью. Средний спелый гибрид. Гибрид тоже является гибридом-стандартом, давно на рынке и больше используется не для испытаний в хозяйствах, а именно как гибрид-стандарт. 43 точки было испытанием. Средний урожайность получена 18,2 центра с гектара, при средней урожайности 9,2%. Максимальный урожай у нас в Республике Башкортостан зарегистрирован 28,2 центра. И в Оренбургской области гибрид, подчеркиваю, интенсивного типа, в условиях засухи сформировал урожай 16,7 центра с гектара. На сегодня у меня все. Спасибо коллеге за внимание. И я передаю слово нашим коллегам. Они вам расскажут сейчас о результатах урожайности гибридов кукурузы в вашем регионе. Еще раз спасибо. Пожалуйста, Константин. Прежде чем Константин возьмет слово. Коллеги, здравствуйте. Сергей Вников, руководитель группы полевых экспертов, тех экспертов по кукурузе в России. Мы сегодня вам расскажем про кукурузу в вашем регионе. Начнем с конъюнктуры рынка, начнем с цен. Краткое описание этого слайда вам. Да, коллеги, на самом деле буду краток. У нас остался час, еще нужно закрыть две темы. Я думаю, что сейчас их воспроизводители больше беспокоят. Собственно, та ситуация, что нужно делать сейчас. Кукуруза, и понятно, что по Волжье убирает самый последний. Иногда оставляет в зиму, иногда в весну и так далее. И вообще, какое изменение цены ожидает? Соответственно, есть два графика, слева и справа. Слева это общемировые цены, справа это внутрироссийские. Что касается общемировых цен, то, как вы видите, тренд идет на увеличение. Это больше связано с различными сложностями при уборке. В Аргентине потенциально прогнозируют снижение урожайности во Франции из-за проблем с доступностью газа и его ценами. Сельхозпроизводитель оставляет кукурузу в поле. Отсюда будут потери по снижению качества и так далее. Соответственно, все это подстегивает к росту цены. В то же самое время внутри России действует экспортная пошлина. На сегодня, насколько я помню, она составляет порядка 63 долларов за тонну. Соответственно, она выравнивает цену на сырье внутри. И сейчас этот ценник 15 тысяч в среднем. Справа на графике вы видите. Мы ожидаем, что оно также и останется. Потому что есть две вещи, которые влияют. Если мы говорим про тренд вниз, это значит, что у нас должно быть перепроизводство кукурузы либо падение спроса на мировом рынке. А это не так. Мировой рынок и внутренний спрос постоянно растет. И перепроизводства в любом случае мы уже понимаем, что сейчас не будет. И не будет его, скорее всего, на следующий год. А значит, цена как минимум не уменьшится. А увеличение обрезает, собственно, экспортная пошлина. Как вот и говорили с подсолнечником, если сейчас убрать эти экспортные пошлины, вы увидите рост центов на 60 долларов. Для подсолнечника это будет там еще выше значительно. Там и до 50, до 55, 60 тысяч рублей за тонну ее можно разогнать. Но, к сожалению, ситуация не та. Окей. Да, это что касается цены. Ребят, давайте перейдем уже к результатам. К результатам. Но, опять же, прежде чем перейти к самому интересному, к результатам, очень кратко вам расскажу о портфеле. В настоящее время портфель гибридов кукурузы компании «Сингенты» выглядит самым сбалансированным в России за все время существования нашей компании здесь, в бизнесе. Здесь представлены как очень старые гибриды, такие как «НК Фалькон», «Си Теллиас», так и новые, которые пришли к нам совсем недавно, 2, 3, 4 года назад. Эти гибриды сейчас составляют наш основной костяк. У нас сейчас, наверное, один из самых молодых портфелей, то есть все гибриды в самом соку, в самом развитии. Чтобы как-то классифицировать портфель, выделить гибриды с более-менее схожими свойствами, мы ввели понятие брендов и под этими брендами объединили гибриды, которые такими свойствами обладают. У нас есть бренд «Артейжен», в котором включены гибриды, эффективно использующие влагу. Это такие инновационные гибриды, среди них уже известный вам «Си Феномен», «Си Фортага», «Си Чаринтас». Другой бренд предназначен для людей, у которых достаточно лояльные условия выращивания, которые обладают возможностями применять интенсивные технологии, и ожидают очень высокий урожай. Это гибриды бренда «Пауэр Грейн». Это интенсивные гибриды с очень быстрой влагоотдачей. Среди них наиболее вам известны гибриды «Си Маримба», «Си Фотон». И мы начали достаточно давно, но в российский бизнес пришли сравнительно недавно с именно этими гибридами. Это гибриды «Пауэр Селл», обладающие качественными силосными показателями. Это «Си Юнитоп», «Си Кордона». Вот вкратце, чтобы не занимать больше времени, о том, как вели себя эти гибриды в этом году, расскажет Константин. Константин, спасибо. Вперед. Кирилл, Сергей, спасибо огромное. Всем привет, коллеги. Давайте мы с вами продолжим нашу беседу, и мы ее начнем с рекордов сезона. Естественно, мы с вами понимаем и знаем, что некоторая часть бизнеса развивается и в сторону ошения, и это говорит о том, что есть возможности для того, чтобы использовать гибриды с высоким потенциалом урожайности. Ну и в целом мы можем с вами видеть, что и рекорды у нас бьются также и на Багаре. Ну давайте с вами пройдем по основным моментам, основным точкам тех рекордсменов, на которые мы в этом году получили в силу даже тех обстоятельств, что были негативные условия как температурного режима, так и не входка влаги по вегетации, негативные условия. И суховеев, и мы имеем, что имеем сейчас. Соответственно, по урошению, на урошение мы в этом году получили рекордный урожай. Отметим, что данный урожай отмечен при стандартной влажности 14% и уборочной влажности указанной. Соответственно, дата сева и дата уборки, и, соответственно, локация, в которых эти гибриды выращивались. Соответственно, в Самарской области на урошение, в Проводском районе мы получили урожайность на гибриде Сит-Теллиас более 12 тонн с гектара. Также эта величина была отмечена и на гибриде интенсивного типа Маримба 12 тонн с гектара. И гибрид новинка, Сергей говорил, это Сиазу на урошении в Астраханской области более 13 тонн с гектара урожайность показал. Что для нас, на самом деле, было большое удивление, потому что это гибрид с определенными характеристиками. Дальше я про них расскажу. На Багаре Си-Теллисман, Республика Татарстан, Тетюшский район, более 8 тонн с гектара с очень хорошей влажностью при уборке. Наша звезда в нашем портфеле – это Си-Феномен. В Саратовской области, в Сомольском районе, показал урожайность 8,5 тонн с гектара. И Си-Фортага. В этом году великолепные данные мы собрали в Волгоградской области. Это БЭСТ. Соответственно, 9 тонн с гектара при влажности 24,3%. Давайте мы с вами пройдем дальше, проследуем дальше, про гибриды поговорим. Первый гибрид, про который я хочу вам рассказать, это гибрид Си-Талисман. Внешний вид он такой имеет. Интересные очень характеристики, что у этого гибрида белый стержень. И это очень хороший момент для того, чтобы этот гибрид можно было выращивать. И он обладает высокими технологическими свойствами для производства крупы. Но не только. Си-Талисман – это интенсивный тип гибрида. Фа у него 180. Его можно сеять в ранние сроки. Плюс отлично отзывается на фон минерального удобрения. Естественно, мы с вами понимаем, что при высокой цене на удобрения есть смысл выращивать те гибриды, которые эффективно используют и минеральные удобрения. При этом гибрид Си-Талисман универсального направления. То есть гибрид можно выращивать также и на силос. И его качественные характеристики говорят нам о том, что он имеет и хорошее содержание сухого вещества при высоком уровне энергии. Си-Талисман. Урожайность данного гибрида в этом году. Еще раз напомню про то, как график читать. С левой стороны мы видим с вами урожайность при 14% влажности. С правой стороны уборочная влажность. Она отмечена точечками. Соответственно, орошение и те районы и регионы разделены здесь для того, чтобы вам было удобно искать себя на этом графике, если вы вдруг были участником демо испытаний в этом сезоне. Мы с вами видим, что Си-Талисман говорит о том, что он и нам подсказывает, что это интенсивный гибрид, и он великолепно себя ведет на интенсиве и на орошении. Также этот гибрид показал великолепные результаты в тех условиях, где мы его высевали с уровня урожайности более 8 тонн. Следующий гибрид – это Сиротанго. Обратите внимание, какой у него мощный початок, зерно. Это гибрид очень интересный, мощный гибрид. Про него тоже можно сказать. Один из рекосменов в том году при уборке на силос в республике Татарстан мы получили урожайность на нем 900 центнеров зеленой массы. Но это не только его. Один из плюсов, естественно, гибрид Сиротанго – это гибрид промежуточного типа, мы его называем вездеход. Фау у него 200. Гибрид имеет очень быстрый старт и развитие. Это тот гибрид и для тех хозяйств, у которых есть определенные сложности или проблемы с полями, или они вводят новые себе обороты. Это гибрид, который может дать хороший урожай именно в сложных условиях выращивания. Конечно, не нужно забывать о том, что данную культуру как кукуруза нужно защищать, естественно, от сорняков. Мы с вами понимаем, что даже при комбинации этих условий данный гибрид великолепно покажет себя именно в условиях экстенсива. И потом использовать его именно в этом направлении. Эти его урожайности мы с вами видим, что и в условиях этого года экстенсивного направления и Самарской области, и в умеренном стрессе с Саратова нарушение гибрид себя великолепно показывает. Гибрид мы с вами видим и в точке зрения позиционирования данного гибрида и Татарстана, Башкирия и Ульяновск показывает великолепные результаты на очень хорошем уровне. Целевая урожайность этого гибрида от 4 тонн с гектара. То есть это гибрид с очень хорошей адаптивностью к различным условиям выращивания. Следующий гибрид в нашем портфеле – это гибрид C-Telios. Мы с вами помним такой гибрид, как Deletop. В принципе, этот гибрид пришел как раз на замену. Это гибрид топ-продаж в Европе, и сейчас этот гибрид пришел к нам. Гибрид внешне виден с такими специфическими особенностями. Если посмотрите, во-первых, он имеет очень большой початок, и этот початок содержит в себе и часть зерна зубовидного типа и кремнистого типа. Но это еще не все. Гибрид с великолепной адаптацией. Фаунион 210, пригоден для разных сроков сева, в принципе. И можно его рано сеять, и для позднего. Но для того, чтобы получить на нем великолепный результат, лучше его посеять в интенсивные условия, в оптимальные сроки. Этот гибрид может нам дать высокий урожай, и как на орошении, можем с вами демонстрируют нам и в Волгоградской области, и орошение в Саратовской области и в Самарской области, а также в стрессе и в умеренно экстенсивном типе условий Татарстана, Башкирии, Ульяновска и Самары. Что касается информации про гибриды. Сейчас мы вам расскажем про наши бренды. Сергей уже говорил, что есть три бренда в портфеле компании. Это те гибриды, которые обладают определенными характеристиками. То есть это гибриды, которые эффективно используют флагу. Гибриды бренда Artesion. В него входит несколько гибридов. Я вам расскажу про них в каждом отдельности. Первый гибрид этого направления, этого бренда C-феномен. Этот гибрид очень интересный по внешнему виду в поле. Если он у вас будет на полях, вы можете отличиться спокойно от других гибридов. Дело в том, что этот гибрид такой приземистый, кудрявый, с волнистыми листьями, с очень интенсивной окраской. И этот гибрид тяжело перепутать с какими-либо другими гибридами. Гибрид C-феномен Fauno 220. Это гибрид интенсивного типа. Также это гибрид очень пластичный. И его главная характеристика – это очень быстрая влагоотдача. Мы с вами знаем, что каждый процент сушки – это затраты. И, соответственно, этот гибрид вам поможет сэкономить и выиграть как раз на том, что нужно будет меньше сушить. Гибрид C-феномен. Также он обладает высокой и отличной засухоустойчивостью. Ну и, естественно, его можно выращивать также и в интенсиве. На орошении мы с вами можем пронаблюдать в блоке с урожайностью для C-феномен. Мы с вами видим, что и в жесточайших условиях Волгограда он себя великолепно чувствует, показывает шикарные результаты. Также и на орошении мы с вами видим, что гибрид 10 тонн и более нам дает. Также в вымеренном стрессе Саратова мы видим, что гибрид великолепные данные показывает. Следующий гибрид бренда Artesian – это гибрид C-Fortago. Обратите внимание, характерная у него очень такая особенность початка. Верхушка початка окрашена. И еще у него сам по себе початок, если мы на нем остановимся, это початок фикс-типа. То есть этот початок всегда будет одинакового размера. Если даже мы с вами представим себе принтер, и это как на заводе выпускается какая-то деталь, и вот так же фортаг выпускает свои початки. Такие как бочонки выглядят, соответственно, очень компактные. Ну, это не говорит о том, что у него есть сложности. Это супергибрид с очень высокими показателями и жаростойкости, и высокой урожайности. И также этот гибрид имеет быстрый старт и раннее развитие. И, что немаловажно, в большинстве случаев имеет отличную выполность початка, даже в условиях сильного стресса. Обратите внимание на урожайность этого гибрида. В 2021 году этот гибрид мощно заходит и на рынки Волгоградской области. Мы с вами видим, условия Волгоградской области в этом году сложились достаточно очень высокострессовые. И здесь гибрид себя показал великолепно. Мы видим с вами и Саратовскую область. Гибрид дал урожайность на уровне 6-8 тонн с гектара. Также гибрид великолепен и на орошении Самарской области. Что у нас с вами дальше? А дальше у нас с вами гибрид Си-Чоринтос. Гибрид с очень мощным початком. Вы видите, что очень много у него рядов зерен, до 20 рядов. И очень специфическая у него характеристика. Этот гибрид устойчив к, имеет толерантность к большинству патогенов листьев и стебля. О чем это говорит? Это говорит о том, что данный гибрид, за счет того, что листовая поверхность имеет очень сильную симуляционную способность, из-за того, что он устойчив к патогенам, это дает возможность початку и гибриду в культуре наливать початок и формировать огромную урожайность. Также этот гибрид развивается активно на ранних этапах вегетации. Имеет высокую засухоустойчивость, так как это как раз показатели бренда «Артежен». По урожайности мы с вами можем видеть, что и в сложных условиях Саратовской области данный гибрид показывает урожайность на уровне 8 тонн с гектара, также нарушение Волгоградской области, Николаевском районе. И мы знаем, что эти районы, это направление, также очень засушливые территории. И этот гибрид, мы видим, что он справляется с данными сложностями. И сельхозтоваропроизводители, благодаря этим качественным характеристикам данного гибрида, его потенциал за сухоустойчивость и мощность получают великолепные урожаи. Это был бренд «Артежен». У нас есть еще один бренд, который объединяет в себе несколько гибридов, которые обладают особенностями. Это гибриды бренда «Пауэргрейн» с быстрой влагоотдачей. Еще раз повторю, что влагоотдача здесь решающий момент на нашей территории влияет. Нам нужно будет меньше этот гибрид сушить, соответственно, сократить затраты и сократить себестоимость на производство данного гибрида. Этот бренд включает в себя два гибрида. Один из них – это Simarimbo. По этому гибриду я вас хочу предостеречь. В каком плане? Что этот гибрид очень интенсивный. Да, он имеет очень быструю влагоотдачу. Опять же, есть смысл этот гибрид выращивать в тех хозяйствах, которые понимают, как выращивать гибриды. Они знают агротехнологии, они соблюдают все агротехнологические операции. Естественно, этот гибрид на нашей территории лучше. Мы рекомендуем выращивать на орошении, так как, в принципе, там и интенсификация, и использование удобрений. И мы все ждем отдачи от кукурузы, от гибридов с точки зрения урожая. Соответственно, этот гибрид всегда вам даст то, что он может. А это его суперурожайность и супервлагоотдача. Обратите внимание, что он также обладает таленорантностью к патогенам листьев и стебля. Как раз мы, если связывать эти два показателя, интенсификация орошения и устойчивость к патогенам, как раз из-за микроклимата иногда возникают сложности. Этот гибрид решает данные проблемы и дает высокий урожай. Сима Римба. Мы с вами видим, что и в лояльных условиях Саратовской области он показывает шикарные результаты. И, конечно, здесь мы видим с вами, что в Самарской области, в Привозском районе, это топа по урожайности. Это более 12 тонн гектара данный гибрид получил в этом году. И мы вам эти данные показываем с гордостью. Сима Римба. Мелодия вашего успеха. Это что касается бренда PowerGrain. Дальше мы с вами переходим к гибриду с очень специфической окраской. Обратите внимание, это гибрид C-Impulse Fa у него 270. Очень мощное зерно, полновесное, тяжеловесное окраска. Его ни с каким гибридом, конечно же, больше не спутаешь. C-Impulse. Что же это такое? Что это за гибрид? Этот гибрид очень стабильный. Этот гибрид интенсивный. Он с широким ареалом адаптации. Он имеет также устойчивость к козуриозу. То есть, нас спасает от микотоксинов в зерне в последующем. И содержит в себе провитамин А. Как раз этот провитамин А и создает окраску зерна. Вот такого насыщенного карамельного цвета. По урожайности C-Impulse. Напомню, это интенсивный гибрид. Мы с вами видим, что и в умеренных условиях Саратовской области данный гибрид стабильно показывает урожайность в районе 8 тонн. Также на орошении в экстремальных условиях Левобережья Саратова. Мы с вами видим, что гибрид справляется. Очень жаркие условия Волгограда и, соответственно, Самарскую область. И этот гибрид великолепно нам отражает действительность. Вот это его урожайность. Он может дать высокий урожай, высокий и стабильный урожай. Целевая урожайность данного гибрида более 7 тонн с гектара. Стабильный гибрид. Я еще раз напомню про окраску зерна. Это провитамин А. И, соответственно, очень хорошее подспорье для тех хозяйств, которые выращивают гибриды для птицеводства. Соответственно, улучшается продукт, который во время птицеводства получается. Так что C-Импульс – это его такая бонусная опция. И наша новинка – это звезда, которую мы долго очень ждали. Это C-OZON. Это гибрид. Такой, видите, мощный, с хорошим очень размером початка, с потенциалом. Мы с вами видим, что данный гибрид, естественно, хорош в тех условиях, где есть определенные условия лимитированной урожайности, так как он обладает высокой адаптивностью к различным почвенно-климатическим условиям. Это гибрид, который какие-то ошибки акрономов прощает. То есть, в принципе, это гибрид как раз для тех условий, где есть какие-то сложности. Это такой гибрид, ну, вездеход, я его так называю, знаете, полузащитник в футболе, который легко справляется с вопросами защиты, да, помогает защитникам исправлять какие-то ошибки. Но если нужно переключиться на атаку, если она будет какой-то быстрый, взрывной, то, в принципе, C-OZON и здесь великолепно себя показывает. Этот гибрид интересен именно этими характеристиками. ФАУ у него 300, этот гибрид как раз можно выращивать и на территории Саратовской области, Волгограда. То есть, здесь для этих условий гибрид великолепно себя рекомендует. И мы с вами видим, что по урожайности данный гибрид и жестких условиях Волгоградской области, где засуха постоянно, он дает урожайность на уровне от 4 тонн и выше. На орошении в Волгограде, Саратов в экстенсивных условиях гибрид стабильно показывает высокую урожайность. Ну и, соответственно, вот рекорд, который я вам сегодня в начале моего спича говорил, это Астраханская область более 13 тонн с гектара. Вот как раз вот это вот переключение на атаку, вот это у ОЗОНа здесь великолепный показ. Мы сами здесь даже очень были впечатлены этими такими результатами. Ну да, ОЗОН, ОЗОН, вот он, шикарный гибрид. Это новинка, и, пожалуйста, обратите на него внимание. Я на этом заканчиваю. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте, можете с нами связываться. Я передаю слово Михаилу, и он расскажет вам про цифровые сервисы Сингента. Спасибо огромное, был рад всех видеть и говорить с вами. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Михаил, я отвечаю за развитие цифровых сервисов компании Сингента в России и странах Казбек. И когда обычно говорят про цифровые сервисы, в первую очередь представляют Кропио. И сейчас это стало Кропио Соперейшн с этого года. Наиболее распространенное цифровое решение вообще в целом в СМГ в России – это порядка 19 миллионов гектаров сейчас. Количество холдингов и хозяйств, которые используют, уже давно перевалило за тысячу. Все о нем знают, так или иначе встречались или уже используют. Однако Сингента не стоит на месте. В любом случае мы всегда смотрим, а что еще мы можем дать всех хостеров производителей, чтобы это действительно помогало им в полях. И сегодня, когда мы представляли результаты урожайности, очень много говорили о том, что никогда не стоит класть яйца в одну корзину. Выбирать один какой-то гибрид, нужно брать несколько и получать с этих нескольких гибридов всегда стабильный урожай из года в год. Какие бы ни сложились условия на протяжении всего сезона. И самый основной вопрос – какие гибриды выбрать? Как подобрать, какие гибриды использовать? Как выбрать процентов, такого гибрида поселить больше, какие меньше, с учетом условий конкретно почвенно-глиматических факторов в вашем хозяйстве? И мы задумались, можно ли решить, ответить на такой вопрос с помощью цифры. Оказалось, что это сделать очень сложно, но вполне реализуемо. С помощью статистики, с помощью тех полевых испытаний, огромного количества демоопытов, которые мы закладываем в России, в Европе в том числе. Поэтому мы начали развивать такой цифровой сервис на протяжении последних нескольких лет. В России мы в прошлом году делали пилот этого сервиса, и в этом году этот сервис уже полноценно используется нашими полевыми сотрудниками, территориальным представителем, менеджером по продажам компании Сингента. То есть ключевой момент, что мы выпускаем этот сервис, он называется Groupize Seed Selector, и он помогает подобрать гибриды под условия каждого конкретного поля. То есть в первую очередь можно получить рекомендацию гибридов с учетом почвенно-климатических факторов, сравнить разные гибриды по продуктивности в зависимости от как раз этих факторов каждого поля. И также еще, если у вас, например, большое хозяйство или это холдинг, поля довольно далеко расположены друг от друга, подобрать как раз, если эти особенно поля отличаются по климатической зоне или по почвенным составу, почвенным характеристикам, подобрать разные гибриды с учетом этих условий. Работает все, на самом деле, довольно просто. То есть в первую очередь нам нужны ваши поля, вот видите, на первом шаге. Если вы используете Groupize Operations, Groupio, то мы можем взять поля оттуда, либо же просто предоставляете поля, какую-то карту, мы их можем занести в систему. Далее с менеджем-продажем вы определяете, какая потребность есть в гибридах, какую часть вы хотите засеять подсолнечным, какую часть кукурузы, какие-то поля лучше сделать. И на третьем этапе вы уже выставляете определенные гномические фильтры, то есть вы определяете технологию. В силу того, что регион Волга довольно протяженный, технологии меняются, культура земледелия также, она разная, поэтому здесь нужно подобрать, если это кукуруза, то это ФАО, если мы говорим подсолнечники, то это технология, это какой гибрид в плане группы спелости, то есть что по устойчивости к заразихе. То есть вы все проговариваете с нашим менеджем-продажем, выставляете те фильтры, чтобы получить как раз именно те гибриды, которые вам нужны, и дальше нажимается кнопка сгенерировать рекомендацию, и происходит какая-то магия, какой-то расчет, и выдаются те гибриды, которые наиболее подходят к вашему полю. Вопрос, что каким это образом происходит, никакой магии нет, это исключительно статистический анализ. У нас порядка 11 тысяч сейчас в базе данных, полевых испытаний. Сегодня слышали, что мы говорили о большом количестве демоиспытаний, то есть мы слышали 80 точек, 100 точек, которые заложили по вашему региону. А у нас таких порядка 11 тысяч, и там участвует огромное количество гибридов в каждом из этих демо. То есть мы можем проследить, как реагирует гибрид от самой западной точки Европы до Дальнего Востока, гибрид кукурузы. Посмотреть, как он откликается на разные климатические факторы, на разный почвенный состав. То есть мы можем посмотреть, какой гибрид лучше подобрать конкретно под условия вашего поля. Соответственно, да, мы берем эту большую базу данных, смотрим как раз по вашим полям, потому что на первом шаге мы их загрузили. То есть мы можем получить из базы данных, в первую очередь, почвенный состав, гранулометрический состав. Мы берем из базы данных Международного почвенного института, СВИЛ ГРИЦ. То есть получаем эти данные, мы загружаем данные по климатическим факторам, то есть это осадки, это температура, сумма активных температур. За последние 20 лет выводим среднюю, тоже смотрим, какой климат вообще в целом, да, в условиях этого поля. И подбираем, соответственно, да, с учетом, как раз, этого усреднения. И особенно, да, тем более вы знаете, что климат меняется, последние 5 лет они сильно отличаются от того, что было раньше. Но с учетом этого всего можно как раз-таки подобрать те гибриды, которые наиболее статистически, да, дадут результат на вашем поле лучший. Причем вкупе и система может раскидать как раз-таки по процентовке, какой лучше использует, какой хуже, опять с помощью статистики климатических факторов. Здесь вопрос, что также можно сделать эту сбалансированную рекомендацию, когда система сама подберет процентовку, сама подберет гибриды. Или же вы понимаете, что, нет, климат меняется, я понимаю, что это будет засушливое, все-таки больше условия. И можно подобрать конкретные гибриды под засушливые условия, на пора вот благоприятные, для того, чтобы урожайность максимизировать. Поэтому инструмент очень гибкий, да, вы получаете те результаты, эту процентовку, конкретно рекомендации на поля, и дальше уже выговариваете с менеджером эту норму высева, какая будет обработка семян, количество высевных, которые вы заказываете. И после этого он выдает вам либо рекомендацию в формате PDF, либо можно сразу прям выписать сертификат на какое-то количество высевных пятидесятниц для дистрибьютора. Вопрос в том, что у нас в прошлом году был пилот, и нам было очень интересно как раз посмотреть то, что мы выбирали, сеяли определенные участки по этим рекомендациям. И как раз вот сейчас подошли результаты, и можно посмотреть, а как у нас в итоге креировать, да, вот эти результаты, которые мы получили с демо, да, с тем, что рекомендует Сицелета. И, да, мне коллеги прислали там пару результатов по Волгоградской области. Здесь мы сравнивали, смотрели, вот здесь Красный Путиловец, Рюбинский район, Волгоградская область. И здесь можно посмотреть как раз результаты демо. Вот я поставил тут точку прям ровно по координатам, где был этот демо-посев, выбрал группу спелости, и те, которые в основном фигурировали в демо-посеве, да, и мы получили, вот видите, прямо в центре обведено красным овалом, что первое рекомендует Алькантару и Судзуку. Опять, статистически, основываясь на почвенно-климатических характеристиках. И мы смотрим результаты демо, справа они здесь в табличке, и видим, что и Алькантара, и Судзуку, они показали лучшие результаты на этом демо. Действительно работает эта статистика, тоже работает. Второй момент, да, здесь также Волгоградская область, и здесь можно, это уже гибриды кукурузы, и это Жирновский район, Озаря. И здесь также можно посмотреть, что также по координатам выбрали ФАО, выбрали целевую урожайность, мы видим премио-фатон-скорпиус, да, первый, который рекомендует. И также это премио-фатон-скорпиус, также они показали один из лучших результатов. Нисандай, импульс, чуть он выше показал, чем скорпиус. Но тем не менее, всегда мы смотрели разные участки, можем рассмотреть здесь кучу демо, к сожалению, времени не так много, но мы видим, что так или иначе, те гибриды, которые рекомендуют, они статистически все равно, они в верхушках конкретных результатов каждого из демо. И если подвести тоже итоги, как вообще получить такую рекомендацию? Здесь, что очень хорошо, вам не нужно что-то устанавливать на свой компьютер, куда-то заходить, получать логин, пароль, учиться новому интерфейсу, там тоже можно совершить какие-то ошибки, неправильно что-то выбрать. Здесь все очень просто. Вы связываетесь с менеджером продажам компании Сингента, с тем, с которым вы общаетесь, и говорите, что я бы хотел получить рекомендацию через эту систему, и давай прикинем, подумаем, можно подобрать несколько гибридов, какие, возможно, новые какие-то гибриды, которые я хотел бы попробовать, или, например, для демо. И он просто приедет, свисяете вместе с ним, он умеет пользоваться этой системой, он как раз подберет те фильтры, которые скажете, по технологии, и как раз выдаст вам ту рекомендацию конкретно по вашим полям с этими гибридами. Все очень удобно, просто, чего учить не нужно, то есть вы говорите, что вам нужно, и получаете уже конкретный результат, конкретную рекомендацию к действию. И, да, завершая, здесь тоже статистика работает, действительно, мы видим, что инструмент тоже рабочий. Вопрос, сможет ли он заменить нашего полевого специалиста, наших технических экспертов, агрономов в полях. Ну, не сможет. В любом случае, да, вы знаете лучше свои поля, в любом случае, да, наши технические эксперты, у них огромный, да, богатый опыт по культурам, по технологиям возделывания, конкретно в условиях каждого конкретного района, в том числе. То есть, конечно, заменить ни в коем случае не сможет, ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Но стать отличным помощником, чтобы как раз помочь подобрать какие-то новые гибриды, с которыми вы не имели опыта, или лучше как раз раскидать их по процентному соотношению, да, чтобы получить хороший результат, и из года в год его получать, этот инструмент вам помочь можно. Поэтому начинайте пользоваться, спрашивайте у менеджеров по продажам, хороших вам урожаев. И здесь я тогда передаю слово Кириллу Архипову. Кирилл, все верно, я тебе передаю. Да, спасибо, Миша. На самом деле, я думаю, что нужно было общаться, вот эту часть по сит-селектору ставить в начале, да, потому что весь опыт сингенты там на 15-20-летний с результатами локализации продуктов, они как раз-таки и принимаются в расчет алгоритма, да. Как Миша назвал это магией, мы называем это алгоритмами, хотя он сам больше связан, короче, с разработкой. Да, но в этом есть некие элементы магии, когда ты работаешь над продуктом несколько лет, а потом за пару секунд ты можешь получить рекомендацию по продуктам, как по оптимально подходящим для твоих условий. Вот, да, в общем, спасибо, спасибо, Миша. Я надеюсь, что инструмент, который мы сейчас рассказываем, станет интересным клиенту, потому что он значительно облегчает жизнь как в выборе продуктов, так и потом приземлений купленных продуктов на конкретные поля, да. И хотелось бы завершить нашу сессию позитивной историей, конкурсом, да. Мы сейчас проводим конкурс в Инстаграме. Кто хочет поучаствовать, получить ценные призы, публикуйте у себя в профиле Инстаграм рассказ, фото и видео о ходе уборки выдающихся результатов, ставьте хэштег «Урожай Сингента». Наш жюри выберет три лучшие истории, авторы которых будут награждены ценными призами. Конкурс будет проходить до 30 ноября. И вот отдельно отмечу Евгений Агеев, да, он сегодня самый-самый-самый активный человек. Он, наверное, отправлялся за все по Волжье. Мы также наградим человека, Евгения, ценным призом. Евгений, проверьте, пожалуйста, там почту, потому что с вами свяжется наш человек, чтобы уточнить ваши координаты. Мы передадим контакты вашему сотруднику на Земле. Он к вам заедет, как раз пообщаетесь по нехватающему дему, чтобы точно хватило на следующий сезон. Ну и привезет с собой некоторое количество подарков. Спасибо большое. Да, еще очень интересные вопросы, Евгений. Я вас прямо расслабил. И спасибо спикерам, да. На этом мы будем закрывать нашу сессию. Ложились вовремя, постарались не занять весь ваш день, да, постарались вложиться в полтора часа. В любом случае, если есть дополнительные вопросы, кто-то стеснялся что-то задать, на Земле работают и наши техэксперты, и наши сотрудники отдела продаж. По совместительству те же самые техэксперты, потому что мы вкладываем в них очень много знаний, да, и в развитие. Поэтому до встречи в полях. Надеюсь, что сезон, который вы сейчас закрываете, будет успешным. Уже успешного нового сезона. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Спасибо, успехов. До свидания. Успехов высоких урожаев. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Продолжение следует...